Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим один из недавно открывшихся проектов, который называется Extrema. Extrema RP, расположенный на мультиигровой платформе RageMP. И был когда-то такой же схожий проект, со схожим названием Extrema Roleplay, но на базе игры Arma 3. Связано ли они как-то или нет, честно говоря, даже не скажу. Но вот уже на первых минутах посещения этого проекта, меня почему-то охватывает состояние какой-то ностальгии. Я это уже видел. Ну и да, каждый следующий шаг на этом проекте, будь то заставки или меню персонализации, начинает приоткрывать занавес того, что это, в общем-то, не новый проект. То есть он новый, но только по дате его открытия. А по состоянию, по сборке, это все тот же старый-старый заезженный DeadNet. Отличиями же от оригинального, так скажем, от оригинальной сборки DeadNet является только вот начальные стадии появления на этом проекте. Как видите, мы появляемся в городе, заснеженном городе. Я это уже показывал. Честно говоря, мне лень сейчас лезть и смотреть на каких проектах. А не на одном проекте я видел вот эту вот заставку, поэтому я ее покажу в укороченной версии. Мы появляемся в заснеженном городе и нам надо сделать тут ряд простых телодвижений для того, чтобы, в общем-то, ознакомиться с механиками данной сборки. Собираем нужные там нам инструменты, телефоны, рюкзаки, заливаем бензин в машину и отправляемся. Это я уже показывал. Еще раз скажу, что мне просто лень лезть и сейчас и ковыряться, на каких проектах я это уже демонстрировал. На оригинальной сборке Детнета, когда она открылась, я этого не видел. Также и изначальные заставки, вот эти вот переливающиеся, тоже взяты с какой-то другой сборки, потому что в изначальной Детнета сборке их нет. Ну, пропустим все это и давайте уже появляться на самом проекте, потому что показывать вот это вот начальное катание и сбор вещей, ну, нет никакого в этом смысла. Я думаю, уже каждый это видел и не один раз. Ну, а по окончании вот этой вот ознакомительной поездки по заснеженному городу мы появляемся на классической Детнетовской сборке и тут уже никаких сомнений больше не возникает, что проект абсолютно не новый. Ну, а почему же меня удивляют то, что этот проект не новый? Да потому что в группе ВКонтакте, если зайти, то вы увидите вот такое вот сообщение о этом проекте. В котором говорится, этот сервер с новыми функциями, которых нету на других серверах, а также с новыми возможностями для игры, эксклюзивные машины, большое количество разных видов работ и многое другое. Также встречается и следующий пост, в котором говорится, этого нету на GTA 5 RP и на Majestic этого нету, но зато есть на Xtreme, ну и прилагается некое видео, видимо, с обзором, я не смотрел. Вот это-то меня и зацепило. Если этого нету на уникальных проектах, то что же тогда здесь? А здесь простой Детнет, причем абсолютно простой. И именно это меня и подкупило и в результате потом подбомбило, потому что разработчики данного проекта сравнивают себя с топовыми серверами и говорят, что у них есть то, чего нет там. А по сути мы получаем то, что у них-то, в общем-то, ни хрена и нету, потому как тот же GTA 5 RP.com это уникальный проект, Majestic это тоже уникальный проект, а вы взяли себе за основу старую заезженную Детнет и говорите, что у вас есть то, чего нету на уникальных проектах. А ведь это все равно, что сидя Владе Калини говорит, не проходите мимо, загляните, вы не увидите такого ни в Мерседесе, ни в BMW, ни в Ламборгини, нигде. Только Владе Калини вы сможете увидеть вот такое вот. И они будут правы, действительно, такое старье можно увидеть только Владе Калини. Ни Мерседес, ни BMW не используют такие старые технологии. И в этом есть какие-то даже правдивые слова, да, вот то же самое и про этот проект. Да, здесь вы не увидите ничего, что есть на топовых серверах, вы увидите вот это вот старье, которое уже использовали, ну, наверное, десятки проектов, взявшие за основу именно вот эту сборку. Ну, а я раз уж зашел сюда, хоть и был уже сильно расстроен, потому что, ну, от каждого проекта ждешь какой-то уникальности. Хотелось бы видеть что-то новенькое, действительно отличающееся, а не просто какое-то старье. Я решил походить, посмотреть. Действительно, здесь есть какие-то изменения, может быть, и есть какие-то уникальные виды занятий, рабочие какие-то занятия интересные, может быть, добавили. Но в результате я не нашел ничего. Здесь стоковые, вот принадлежащие Детнету, список рабочих занятий, садовник, строитель, инкассатор, ну и тому подобное. В общем, все, что есть на этой сборке, никаких изменений я не увидел. Надо сказать, что сама по себе сборка-то неплохая. Она действительно хорошая, она очень-очень грамотно прописана. Здесь есть все оповещения, там, не знаю, вплоть до того, что мимо кто-то пройдет и пукнет, вам придет сообщение об этом. Все здорово сделано, все менюшки красивые, большие, яркие. К самой сборке-то нету никаких претензий. Претензий только к проекту, к тому, как они себя позиционируют. А они позиционируют себя как нечто уникальное и интересное. А на самом деле-то мы видим то, что вы сейчас видите. Это все те же самые заезженные рабочие занятия, которые мы видели уже, ну, не на одном проекте. Действительно, уже десятки проектов используют DeadNet и RedAge. Вот две самые популярные сборки, которые, как я в каком-то видео сказал, просто уже насилуют по-всякому. Что только с ними не делают. Ну, и это одна из таких вариаций, на мой взгляд. Потому что, действительно, никаких изменений здесь нет. Ну, не все-то, конечно, здесь так плохо. Во-первых, здесь есть интересная экономика. Ну, опять сказать, что эта экономика интересная, это... Я просто не могу ничего подобрать другого. Экономика как экономика. В общем-то, ее как залили, вот как она была в стоке, так она и есть. Нет такого, что вы прямо здесь что-то сделали интересное. Нет, но здесь дают хорошие, большие подъемные. С помощью этих подъемных вы, в принципе, можете пролететь первоначальные задания, если вы не хотите, например, работать садовником или строителем. И, честно говоря, я уже не помню и не знаю, как здесь прокачиваются уровни. По времени или по трудозатрате, я не знаю. Я не стал здесь проверять, а в Детнет залезать и смотреть, как там это было, мне особо не хотелось. Потому что уже было такое упачечное настроение. Ждешь от проекта какой-то новизны, а при заходе видишь, что, ну, я в это играл полтора года назад, и мне тогда уже надоело. И вот открывается новый проект, и я вижу все то же самое, что я уже видел, во что наигрался уже до предела, так скажем. Но, тем не менее, возвращаясь обратно к экономике, говорю, что дают огромные подъемные, на которые вы спокойно можете себе с самого начала приобрести права, там, все категории, какие вам нужны. Можете приобрести себе пару видов транспорта, а если купите дом, который тоже можно купить на те деньги, которые вам даются в самом начале. Все это можно приобрести, потому что дается, если я не ошибаюсь, то дается 180 тысяч, ну, а машины стоят от 2 тысяч до там 4,5 миллионов. То есть выбор огромный. Машин действительно много. Ну, я не считаю, что это какая-то уникальность проекта, потому что на каждом проекте, на данный момент, например, куда бы вы ни зашли, если совсем уж не за какой-то форшмаченный проект, то там будет огромное количество машин. Поэтому, ну, игрока сейчас этим не удивишь. Да, здесь огромное количество машин. Да, магазины выполнены красиво. Но это не новые магазины, это не уникальные магазины. Я это показывал уже, наверное, с пяток раз, как используется вот именно этот дизайн магазина на разных проектах. Но, тем не менее, вы все это можете себе приобрести прямо вот при заходе на проект. Зашли, купили себе дом, купили машины. И если не хотите работать, то у вас, в принципе, уже все есть. Можете просто ждать, когда у вас там прокачается какой-то уровень, или, может быть, ради удовольствия позаниматься вот этим старьем. Поковыряться в садовниках или поковыряться в строителях. Вот, в общем-то, дело за вами. Это вот единственное изменение, которое я встретил. Да, есть еще несколько визуальных изменений, но они критически никакой роли не играют. Так, например, мне понравилось, как выполнен продовольственный магазин. Все нарисовано крупно, подписано все очень крупно. Но это, скорее всего, принадлежит этой сборке, а не авторам данного проекта. Но и следующее, что мне понравилось, и я не встречал этого еще пока нигде, хотя где-то уже об этом слышал. Как вы можете заметить, действующая церковь. Например, на проектах Arma 3, роли плей, церкви всегда действующие. Есть даже роль попа. А вот на базе игры GTA 5 я такое встретил, на самом деле, впервые. Где-то я об этом уже читал, куда-то хотел зайти, но опять все в голове уже перемешалось, поэтому слышать слышал, но еще не видел. И вот на этом проекте я увидел первый раз, как вы можете заметить, нормальную действующую церковь, в которой есть даже функционал. Стоит анимированная им писишка, и здесь можно, так сказать, зажениться, выбрав IP того человека, с которым вы желаете воссоединиться. Тем не менее, это прикольно. Исполнение, конечно, так себе, такое достаточно корявенькое. Церквушка принадлежит не православной, о католической церкви. Но, тем не менее, она есть, она работает. И вот это такое изменение, которое я увидел на этом проекте. И более я пока что не видел этого еще нигде. Может быть, где-то еще и есть, просто я этого не видел. Но вот здесь я это увидел. Выполнено прикольно. Ну что ж. И главное, что это все еще не просто антураж, а это еще и взаимодействие. Ну и, в принципе, это все, что можно было бы показать. Есть еще магазин мототехники, который я тоже увидел впервые. Не впервые увидел мототехнику и магазин, а впервые увидел, что именно это здание, как вы можете заметить, задействовано полностью внутри. Обычно это глухая картонная зданица. Рядом стоит маркер. На большинстве проектов, по крайней мере, так. А вот чтобы это здание было задействовано полностью, то есть, видите, есть дизайн, внутри стоят какие-то вывески, там отдельный боксик для ремонта. Ну, в общем, такой прикольный магазинчик. Ну, в общем-то, на этом и все. То есть, вся фишка того, что это здание внутри проработано. Есть дизайн здания внутри. В него можно зайти, с ним можно взаимодействовать. Но пока там ничего такого нет. Это здание работает просто как магазин. Ну, а технику, какая там есть, вы тоже сейчас видите. Я уже сказал, что и машин, и мотоциклов на проекте очень много. Но это не решающий момент этого проекта. Как бы сейчас, на данный момент, игроков удивить новой какой-то техникой, ну, очень сложно. На любом проекте, куда бы вы ни зашли, будет очень много техники. На данный момент модмейкеры уже наделали столько, что, по-моему, на каждом проекте все магазины набиты техникой. Донатный, простой, стоковый, какой угодно. Поэтому я думаю, что этим сейчас уже никого не удивишь. Ну, а больше здесь показать нечего. Это обычный Детнет с такими вот визуальными изменениями. Ну, и больше, в общем-то, ничего. То есть, то, что написано, что вы не увидите больше этого нигде, ну, это, на мой взгляд, полная чушь. Это просто для того, чтобы приманить игрока. Зайдя сюда, вы увидите то, что вы видели уже на многих проектах. Если вы активный игрок роли плей-проектов на базе игры GTA V, то вы наверняка несколько проектов уже видели вот такого вот дизайна. И, скорее всего, большинство из вас уже были и на Детнете, и первой версии, и второй версии. В общем-то, это еще одна реинкарнация проекта Детнет. Только под другим названием. Больше изменений здесь никаких нет. Поэтому вот такой вот у меня получился обзор. Если кому-то нравится данный проект, заходите, играйте, он открыт, ждет своего игрока. Играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok